доброе утро мои дорогие любимые да и сегодня у меня такой завтрак походу это еще будет и обед и ужин перемешку сейчас добавлю 2 яйца и готово будет вы знаете все таки решила три вбить да такое количество хлеба юлечка как раз нормально будет мешать вот такое получилось возможно не очень красивая но очень вкусное блюдо когда училась в училище я еще конечно лук жарила это было потрясающе ну что-то я по ходу переела тогда лука поэтому сейчас решила добавить еще чеснок и укропчик замороженный заморачивайся один раз порезала заморозила и все чеснок сто лет уже не ела потому что я всегда иду куда-то с кем-то разговариваю и как-то а это послушала про коронавирус и думаю чесночок поем притом последние две таких лежала а чего и вообще покупала и не помню ну надо есть конечно я сейчас так вспомнила что я сегодня в церковь иду ну да ладно буду заедать чем-то вот такие сосисочки я сегодня использовала они не такие жирные потому что вот джамба у меня одна осталась она тоже вкусная но она такая чуть-чуть зажирненькая много не съешь а этих можно вообще даже сырыми кушать вот такая вкуснятненько получилось приятного всем аппетита и мне тоже я думаю что я пока буду резать видео мне сегодня много видео резать о как раз потихонечку буду это все кушать мои дорогие любимые представляете я шла в церковь дожечка не было так чуть-чуть выхожу с церкви пожалуйста уже все при том что по прогнозу нет есть только тучки вставляет и прогноз неправильный да что это кстати часто так бывает я уже ни разу замечаю я иду в церковь нет дождя выхожу с церкви уже был вот так светится у нас каличи то есть я той дорогой пошла параллельно привет мои дорогие любимые наконец-то юлечка дошла в маркантали за молоком посмотрите как ребята развлекается классно на кантали придумала что-то складывают клетка не знаю зачем это какая-то игра да здесь тоже очень много сыров естественно но я влюбилась в то что на базаре купила среду я возьму побольше так и наверное я возьму две пачки молока чтобы не бегать постоянно до 699 самое дорогое ну что я сделаю оно самое вкусное вот это там я вы так до апреля ну понятно это не такое я брала глюк да то есть однодневная извините такой вкус просто ужасно химии такой химии просто конкретной я чуть ну я не знаю как и у меня кстати раз такое было она стояла много дней ему ничего не случилось то есть это не глюк а я ищу за кофе кофе кстати спрашивали где продается их мэтт и фэнди вот пожалуйста в этом микросе есть да у меня заканчивается кстати был 540 короче будут чуть-чуть дороже сейчас типа скидка ну этот дешевле покупать чем вот этот молоть еще дешевле я не знаю где вот поэтому я пока так покупаю тут разные разные конечно микросовские какие-то еще вот такой свечок чоколада представляете горячий шоколад есть короче много большой огромный выбор не могу долго снимать потому что сейчас прям эфир начнется все придут а меня не будет да вот целый целый стеллаж кофе обалдеть да нет растворимых тоже мне нравится но вот это мне лучше вкуснее привет мои дорогие любимые я первый раз после покраски помыла голову это уже я потому что когда я вся вот вытянутые волосы это очень красиво но это не я да как-то мне так получше вот сейчас хотела пойти по улице и шеклар поснимать не знаю посмотрю потому что дождик передаю это возможно просто марканталью зайду поснимаем пару магазинчиков такие планы желаю всем хорошего вообще дождик начался поэтому у меня другого варианта в принципе и нет пока смотрите все третье мы спим не мы не спим мы просто балдеем не словно ничего партий да я чувствую какой-то даже ты дымка немножко здесь вам тоже так кажется смотрите в зимнее время марканталья работа с 10 до 10 в летнем с 10 до 11 уже почти 11 я вам снимала зимнюю осеннюю коллекцию спортив так немножечко дорогие цены адидас ну сами понимаете как адидас дешевле не будет здесь чуть-чуть маги я знаю что здесь нельзя снимать разве когда много людей знать и они сразу мне не замечать то еще можно поснимать но в комом только мужское ой такой запах пошел слов по ходу а там indirems 30-50 процентов мы посмотрим может потом что-то меня не тянет туда как-то страдиварус не да но смотрите какая детальность как красиво маленько как бусинка так страдиварус да снимала пулендбея давайте начнем с пулендбея потому что последний раз мы здесь были на черную пятницу 60 лир а были 100 хорошая ткань очень такая приятная вот такие цвета вот это спортивный ну не прям стекло такая хорошенькая ткань тоже по ходу 59 60 лир ну вот такие вот такие вот такие рубашечка 50 лир простая ткань да такая приятная тоже не синтетика очень такая прям хорошая да ладно топицки мы запродаем куда же мы продаем эти топицки за 30 лир и такие взяться куда-то на слито на тело сетисо а я поняла чтобы написать что скидки есть да 30 лир а такое счастье ну не знаю скоро же день валентина святого вот может кто-то придумает композицию стоточка девушки захотят парням подарок сделать они валентина танец топики и но вы не смейтесь а потому что нельзя дарить подарки материальные да если даже мамочка не хочу вот такие вот такие тюденькие взятие яблоко посетить вообще не понимаю кто может ты же может перепугаться так шо все таки шо все таки нет это же на подарок ну что за детский сад да ладно 70 лир заце товарищи может объяснить может это что-то мурное да написано я не в курсе 100 лир такая кофтыночка зрюшечка моя 70 лир такая у меня кофта была сплэнтбэ 70 лир приятный цвет такая пудрочка только спортивные вещи смотрю больше 70 лир 69 короче все 70 наверно написано где-то да 70 лир 50 процентов скидки на все так вот мужчина понятно он дарит подарок женщина же не может дарить подарок дорогой какой-то потому что мужчина не можете воспринимать какая-то это материальная выгода нет это его цветочек которыми делать сюрпризы можно танец танцевать да ну стих рассказать ну на ваше усмотрение конечно можно открыточку подарить испечь пирог вкусный 100 лир такая сточка да пирог какой-то вкусный печенечка вот такой должен быть подарок у женщины понимаете вот такой нематериальный а чтобы ему приятно было что посмотрите какие красивые кошелек да да ладно такие колеси он еще удобный потому что у меня пол ндб я уже выбросила кошелек 70 лет потому что замочек уже накрылся этот прикольненький вы не переживайте у меня есть кожаный красивый большой но мне не могу таким много носить шок и карточку одну положу 70 я ж не ношу пачку банкнот долларовую не надо мне все пачки лежать в банку понимаете я девушка скромна ой вы знаете ну я не знаю что это за ткань но посмотрите рукава это на кого или это мы как-то складываем уже этот манжетик делаем закатываем ой как здесь жарко все я раздеваюсь очень а я просто снимала курточку я не раздевалась адуже сильно 40 лет юля скажи потом подумаешь и сказала да так что понятно да мужчина да конечно он по возможности сколько зарабатывается так и да не важно сколько он зарабатывает главное сколько он на вас может потратить и хочет потратить 30 лет мама капец не могу трогать это 200 есть такая лисичка вот такая я лисичка я сестричка и все забыла дальше не учила в садику не учила а я всегда принцессой просто была понимаете мне не надо было слова вот лисички учите юлечка принцесса всегда была у меня комуна была такая мама платьечко пошила вот такая курточка 172 да поэтому юля стежки и не помню 130 такая жилетка товарищи серьезно карман что что придумали серьезно вот сидели думали думали таки страшненько надо что красиво зробите на нем мы придумали карман так это у нас что нормально а есть цена есть извините 100 лир хорошее качество вот это хорошее такое мяненькое приятно каратюсенькие каратюсенькие вот эта ветровка это просто от дождя то есть зачем вам попу чтобы суха была попуха и будет мокрая все остальное будет сухие так 100 лир там 100 лир такая ветровка так 100 лир такая джинсовка тоже наверно все написано нет смотрите там написано 160 а тут по 100 видно нет здесь по 100 ну видно забыла там поменяться ценник думаю там ладно так что-то я пропустила за 160 такие красивые монт я говорю кабан они то кабан говорят то монт то есть 300 лир такая курточка вот это знаете такая огромное огромное что называется двое в лизе еще четыре кофты под низ и никто не заметит 130 то есть выше она написана 169 наступить вы и зири то есть и больше а тут написано 130 ребят что вы не меняете цены значит обычно меньше написано на самом деле больше 249 я не поняла цель что женщина должна в таких пальцах ходить это мужские тут а пересунули вы чё альо как такие где женщина может одеть хотя я уже ничего не одеваюсь 80 лир 60 лир кроссовки да хепси хепси 60 серьезно а там где 80 это что это было так что они смотрят на эти красные сцены они обманывают только девочки 200 лир такая курточка красивая такая красивая олевочка я не понимаю это у нас такие одевали курточки где-то на город пойти знаете картошку выкопать ну все шиби шмеш ладно это шиби вроде даже фигуру видно 100 лир вот и сразу платья летние пошли ну это на танцевальный номер походу 50 лет девочки надо брать юля 5 баллов все девочки только смотрите когда я сказала танец готовить это не значит лазить на барную стойку пьяной и танцевать нет это не тот танец а то потом скажет юля нам сказала я буду еще отхвачивать от кого-то не девочки это дома для своего любимого мужа мужа не для ухажера ухажер еще не заслужив муж заслужив теке мужчина который взял за вас ответственность вот ему танцуют красивые танцы и даже в таких платьях все остальные еще не заслужили такие танцы 50 лир а на бане стойки вообще никто не заслужил так что не надо цена с комбинезон такие красивые тосты вы не красивы вообще но я вам скажу цену 50 лет так и цветочки красивее где-то видела это всюду было 50 лет чуть-чуть конечно большие штаны не ну ладно же платья комбинезон это такие 50 не в тему не надо танцевать девочки не надо чем танцевать соблазители танцевать манечка 6 штаны я ж думала хоть 6 юбка артисты смотрите это коротюсенькие сейчас я ж не понимаю что сама это задолго платья за короткие ну как бы догадайтесь сами не тут не написано тут просто 80 лет догадайся с 3 раз так вот это на штанишки девочки мне кажется это тоже для мальчики 100 лет 100 лет так вот все по 20 лет кроссовочки на 20 лет ну да короче футболку ауч офф белокси ну короче с какими надписями такие футболочки такие штанишечки красивее по 60 лет мам мам все так что джинсы называется 140 лет не знаю почему они так называются мамы только ходят да я ж так нашу курточку ну что сделаешь так тоже 20 лет такие топечки но они явно уже на весну перешли ой я рада что закончилась цей дурдома эта музыка это же капец просто кто выбирал я не понимаю долго требовало думать и заниматься подбором такой красоты ой эти цветочки красивее опять все падает 20 лет 170 да ладно там 100 курточки а тут 170 интересно да 180 200 вот такие комбинезончик 170 170 вот все вот страшненькие пальто 280 так 140 140 такая роза роза смотрите такая курточка 170 лет решила померить мне мама просто сейчас позвонила а то я ходила пока разговаривала посмотрела что бы я хотела померить честно вам скажу я немного нашла что бы мне такое понравилось вот это 90 лет ну я к маме знаю как рассказала все как дела как здоровье рассказала все истории двора не вижу я цены вообще а вот вижу скажи юля мы такие одевать не будем 280 но вдруг 208 тяжелая вот реально тяжелая вот такое 250 я тоже такие но вдруг знаете модники вот это я на выбирала пойду померю потом дальше буду продолжать обзор магазина а вот что у нас тут еще носить внешние удобно же такие это по 170 замерять ну и квадратик как красный также и не надо большие тут еще мужское сделано ладно пойдемте померимся еще хотелось что-то насобирать но мы ничего не нашли вот смотрите кем мусе и красивые просто почему женщина Таких внимания. Такие новогодние, красивые. Деванки, честно. Такое чувство, что я в Клубе. А я в Клубе покупала, потому что мне дарили. В Ангаре. А здесь я не была. Представляете, это такая курточка. Но дело в том, что Юлечка, пока говорила с мамой, да, выбрала Эльку. Почему, не знаю. Там, походу, XS только было. Вот. Конечно, большая на меня Элька. Но цвет неплохой. Юля, Эль, ты обалдела или что? Она и так, наверное, походу, большая. Еще Элька. Вот это S. Та курточка стоила 170, эта стоит 150. Но она намного тоньше, конечно. Я вижу короткий рукав. Ну, потому что S. Юля, ты... Не было Эльки? Не было. Да, ну как декатлона. У меня такая есть черная декатлона. Одинаковая, ничем не отличается. Даже декатлона, мне кажется, чуть-чуть подольше. Вот такое платьишко сто лет. У нас хорошо открыли дверь, а хоть видно свет. Это S. Потому что там, походу, еще больше была Элька только за ней. Ну, как бы, даже неплохо. Единственное, что вот рукав, видите, тоже, в принципе, можно. Но вот тут так давит. Тут резинка. Я понимаю, что это, ну, не убийственно, да. Никто еще не умирал от того, что чуть-чуть давит на шею. Но я не могу такое носить. То есть вот очень давит. Как-то не предусмотрела. Это платьишко в сто лир. Это, как понимаете, такие ромашки. Чешут все-таки, я не знала. Да, ромашки. Вот так. И синтетика. Вообще, капец синтетика. Вот это мужская коллекция. Честно, вы понимаете, да, я выбрала только вот этих три, которые вообще мне никак. Я решила, я не буду дальше обзор снимать. Мне ничего не понравилось. Смысл снимать. Скажите, Юля, ну и кассета. Вот это 130 лир. Качество кошмарное. Просто кошмарное. Это какая-то такая синтетика. Ну, это невозможно носить. Вот это получше. Да, вот это получше. 100 лир. Не, ребята. Улэндбэ. Что-то выманули. Не знаю. Может, там реально, вы скажете, да нет, там все-таки классно. Но пока что я ничего такого не увидела. Если захотите, 150 лир такая курточка, напишите в комментариях. Я приду еще раз поснимаю уже все конкретно. Смотрю, у мужчин вообще стеллажи пустые. Возможно, у них новый товар должен приехать. Если поставите лайк, я буду довольна. Оцените мою работу, что я зашла и хотя бы немножечко сняла. Но так, как я смогла выдержать. Потому что что-то... Ну, представляете, я пока с мамой говорила, вот это все, что я могла найти, чтобы померить себе. Все, мои друзья.